Дорогие друзья, с вами Виви 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 лет. 530 должностей по всему миру. 530 человек были уволены. Причем, они были уволены еще неделю назад. Это я могу вам по секрету сказать. Я нахожусь как Riot Games партнер европейско-слэш русского сегмента. Не знаю, я к какому сегменту теперь отношусь. И у меня в... Ну, не только у меня, там у всех Riot Games партнеров есть своя страничка в Дискорде. В этом страничке в Дискорде у меня там сидели админы. И у меня там было всегда 6 админов. А сейчас там сидит 3 админа. Я решил посмотреть, думаю, ну, может их там переквалифицировали этих трех админов, да что-то другое. А их больше там в списке нет. То есть они просто половину людей, отвечающих за Дискорд, или за Дискорд, тоже уволили. Riot пишут, что это всего лишь 11% участников Riot Games. Так что, мол, ничего страшного. Многие компании типа Microsoft там лишаются 10 тысяч человек, что является чуть ли не 45% всей гвардии. Здесь всего лишь 11%. Ерунда. Это не просто организационные изменения. Она затрагивает отдельных людей и семьи. И мы делаем все возможное, чтобы подходить к этим решениям с уважением и чуткостью. Пишут Riot Games. Дальше. Удвоенные ставки на игры в центре. Ну, здесь дословный перевод, да. Имеется в виду, что Riot возложат двойное усилие на игры, которые становятся центральными играми. Что же за центральные игры от Riot становятся? Наше видение будущего смело. А наша приверженность нашим основам с живым играм. League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics и Wild Drift. Это более амбициозные проекты, чем когда-либо. Мы уделяем приоритетное внимание этим командам, чтобы они могли сосредоточиться на контенте, функциях, обновления, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ожидайте больше режимов, долгосрочных планов, бла-бла-бла. Наша стратегия будет тесно связана с киберспортом, музыкой и развлечениями в наших играх. Киберспорт это не только соревнования, речь идет о взлетах и падениях, бла-бла-бла, это наше прошлое и наше будущее, бла-бла-бла. Будь то следующий хит, там, музыкальный, когда, или история, разворачивающаяся в Arcane, интенсивность TFT Open, все это будет бла-бла-бла, с киберспортом связано, это мы будем поддерживать, Riot пишет. Помимо живых вот этих вот игр, у нас есть еще проект, незавершенный, Riot и сами пишут. С нетерпением мы ждем его и готовы вам уже скоро его представить. Project L, это, ребят, Street Fighter их, ну или Guilty Gears, если вам так будет проще, либо совсем, что было просто, Mortal Kombat Fighting от Riot в Project L, который они анонсировали еще в 2019 году. Обещали, что в этом году он выйдет, выйдет именно, но должны были сделать открытый бета-тест в 2023, закрытый бета-тест в 2022. Закрытый бета-тест они сделали в 2022, в 2023 не было открытое бета-тестирование, его перенесли на этот год, ну и, соответственно, игра вряд ли выйдет в этом году, потому что вы представляете, сколько там еще всего тестировать. Но они обещают, что Project L они завершат, ну, тем более, что уже бабки все вложены и уже много чего распиарено и сделано. Второй же сезон Arcane запланирован был на ноябрь, так и остается. Но это связано с тем, что его уже нарисовали, уже запланирован, Netflix уже всю рекламу запустил, уже назад пути нет. Объем наших релизов больше никогда не будет огромным. Мы хотим, чтобы вы, чтобы все, что мы создавали, было чем-то, чем мы могли гордиться и сразу все могли поделиться с друзьями. А это требует и финансовой гибкости, и умения возможности выделять кучу времени на это. Тогда это будет приносить пользу игрокам. Мы знаем, что у нас было бла-бла, ну и, короче, они объясняют, что больше этого не будет. А чего же не будет, ребят? И они приздают два провала своих очень жесточайших. Legends of Runeterra. Лор, та самая карточная игра. Лор продолжает свое развитие. Мы внесем небольшие изменения, чтобы сделать игру более устойчивой. Мы знаем, что существует очень страстная комьюнити, которая очень любит эту игру. Мы тоже ее любим, говорят Райты с сарказмом. Несмотря на важное достижение и роль, которую он сыграл в построении мира Рунтерры, с момента запуска лор она столкнулась с финансовыми трудностями. Разработка и поддержка обходятся гораздо дороже, чем она генерирует бабок назад. Пишу Трайты. В ответ, что мы делаем? Мы сокращаем размер нашей команды и вновь фокусируемся на режиме Путь чемпионов. Это позволяет нашей команде сдвинуться с ПВП в ПВЕ. Что такое ПВЕ, ребята? Это игрок против компьютера. То есть они банально хотят сделать карточную игру без дуэли игрока против игрока. В ближайшее время мы вам все расскажем. У нас запланировано будет видео. Об этом мы поговорим, что ждет в лоре. Что касается Riot Forge. Кто не знает, что такое Riot Forge. Это компания Publisher. Riot Games собрали на себя ответственность по созданию инди-игр. По Лиге Легенд. Точнее, не по Лиге Легенд. По Лиге Рунтер. Вот это вот. По всей этой вселенной. Разработчики писали им заявки. Я тоже писал им заявку, кстати говоря. Riot отвечали да, нет. И в итоге помогали разрабатывать эту игру своими художниками, своими, возможно, финансированиями. Ну, судя по тому, что они пишут, что бабок нет, значит, еще и своими финансированиями. Рекламой. И после этого эта игра пыталась продаваться. И они говорят, что мы прекращаем работу над Riot Forge. Закрываем наш филиал паблишеров Riot Forge. Последняя игра, которая от нас выйдет, это будет Bundle Tale League of Legends Story, которую, кстати, в России не будут продавать, как вы знаете. Forge был вообще экспериментом, теперь райты оправдываются. Прямо, знаете, звучит как в патчах, они когда оправдываются. Это был эксперимент, цели было увидеть, что произойдет, если мы объединим всех фанатов Riot Games, всех фанатов Рунтеры с инди-разработчиками и, может быть, мы увидим какие-то уникальные точки зрения, стиля и опыта. Было интересно увидеть, что эти разработчики создали в сотрудничестве с нами в своих шести играх. Да, у нас получилось всего шесть игр и мое личное мнение, ну, я еще не знаю, что будет с Bundle Tale, но я уже вижу, что это будет, скорее всего, говно, по пяти играм. Все игры полное говно. Они проигрывают по тематике, они проигрывают по историчности, они проигрывают по хайпности, они проигрывают по продажности. Ну, то есть, получается, игры ни о чем. Средний рейтинг я бы им поставил всем этим играм там от четырех баллов до шести, не выше. Самый высокий рейтинг у игры, который вышел самый первый, Ruined King, но она позиционировала себя как тактическое РПГ, либо JRPG, если больше на азиатский манер пойти, а в итоге это получилась какая-то, ну, для меня лично параша, бесполезная, с ужасной механикой тимфайтов, с ужасным написанными диалогами, с ужасным сюжетом, и кто виноват, что делать, здесь непонятно, потому что рейты говорили сами, что они не мешали разработчикам использовать их вселенную, но, я так понимаю, не мешали, но и не давали возможность использовать нормальную вселенную, то есть, многие бы хотели сделать там противостояние Ари против, не знаю, Даркина, да, какой-нибудь там Ари чемпиона против Даркина, или хотели бы сделать, не знаю, там Зои против Кайса, что-нибудь такое, а рейты говорят, ой, слушайте, у нас по Рунтере такой истории быть не может, поэтому мы вас обрезаем, вы можете писать только про это или про то, ну и в итоге мы получили с вами три платформера, JRPG-шку и игру путешествия Нуну по в стиле Spire the Dragon, причем довольно медленно, если Spire the Dragon это была активная игра, там Crash Bandicoot, Spire the Dragon, как еще одна игра вот похожая была вот, прям вылетела с головы, она тоже с активными действиями, чисто для детей, вот так сказать, 7 плюс годиков, то эта игра была очень медитативная, такая медитативная игра обычно подходит как раз людям за 40, там, или одиноким женщинам, немножко сексизма надо было добавить в видео, вы понимаете, так вот, но, как бы, у игры нет ничего, то есть они пытались зачем-то сделать Skyrim из Crash Bandicoot, зачем вы пытаетесь сделать Skyrim из Crash Bandicoot, никому непонятно, ну и в итоге, мне кажется, эта тоже игра была провалом, ну и дальше Райта пишет, впереди путешествие с тобой, со мной, спасибо, мы вместе полетим в арабскую ночь, видимо, на ковре самолете, Дилан и Марк, в общем, вот такие новости, ну а вы меня спросите, ну ладно, Виви, что там, бесполезное говно, Рунтеру потеряли, Riot Force, а ну ты говоришь, были плохие игры, ничего же плохого не произошло, отнюдь, ребят, а Tencent, новости уже начали появляться на бизнес-сайтах, где говорят, что Tencent и Riot Games уменьшают свой состав на 11%, и это незамедлительно отражается, ребят, незамедлительно отражается на других интересных вещах, ой, у меня неправильно, последовательность новости стоит, вот на каких вещах, Tencent Holding, обратите внимание, что с этой компанией происходит в последнее время, у них падение, вот как только новость эта появилась, падение сразу очень большой их акций, здесь они каким-то образом поднялись, возможно, они что-то пообещали, возможно, они сами там свои акции выкупили, поэтому это все поднялось в цене, знаете, там эти есть свои собственные ставки, но если мы глянем на последний год, акции Tencent падают очень-очень сильно, давайте три года поставим, и вы увидите, что Tencent неминуемо падает с горы, с очень большой горы, когда 97 долларов за баррель, 97 долларов их акция стоила, сейчас она упала до 34, нижний пик был 25, но это была зима, конец 2022 года, это самый конфликтный период был, потому что не было порядка вообще, что будет происходить дальше с игровой индустрией, а Tencent построен весь на том, что они выкупили практически все игровые компании и разрешают им работать, но только под их флагом. Другая новость, это Китай как раз-таки месяц назад в декабре этого года ввел ограничение на гачи игры, половина гачи игр, которые есть в этом мире, принадлежат Tencent, и это привело вот к такому тоже падению на бирже их акции, и сейчас еще райты вот эту новость вставляют, либо это наоборот как раз-таки, я вот сейчас задумался, а что если это наоборот, из-за того, что у Tencent, которые потеряли 28% своей стоимости акций, не, 16, прошу прощения, не 16, больше всего NetEase потерял, а не 28 потеряли, Tencent 16% потеряли, и в совокупности их объем, вот там 80 миллиардов потеряли долларов, короче, если это от них больше нет финансирования для Riot Games, и Riot Games им пришлось, как говорится, затянуть утюги вот эти, ну, возможно, оно с этим связано, другая тема появилась, на Reddit и пост, который немножко не соответствует тому, что Riot'ы сами написали, напоминаю, что они написали, Valorant, League of Legends, Tiffy Tactics, Wild Rift, мы все еще работаем, все отлично, зашибись, удаляем только Riot Forge, каких-то 50 человек работало, удаляем Legends of Frontier, оставляем там, не знаю, 10 человек, а остальных там 300 человек, которые работали, удаляем, вот и получилось 530, то следующий пост, который идет собирательный, люди просто с твиттера берут всех разработчиков Riot Games, и пишут, кого они поудаляли, и мы выясняем, ребят, что они удаляют-то не людей, которые связаны с Рунтерой, и связаны с какими-то играми, которые вот в Riot Forge были, они удаляют своих основных, они удаляют продюсеров и продукт-лидеров Teamfight Tactics по киберспорту, они удаляют людей, которые занимались синематиками для Wild Rift, они удаляют людей, которые занимались гейм-анализом для, там, допустим, по БС-серверу по Лиге Легенд, они удаляют, здесь вот был ключевой человек, сейчас я найду его, где-то тут в списке был, ну ладно, может быть, я его так найду, в общем, человека, в райтера они удаляют, ну, писателя, писателя, который написал весь лор для Лиги Легенд, ну ладно, не весь, но ему полностью продлежит вся история Шурима и вся история Пилтовера, то есть, по сути, на его основе много очень чего в Лиге Легенд происходило, то есть, пиратский порт, вот этот Пилтоверский, это полностью его вся история, на ней, по сути, можно сказать, построена игра Руинит Кинг, и Шурима, ну, тоже песочная, это все он писал, это все он придумал, а его просто взяли и уволили, он написал, что он 10 лет работал в Riot Games, а вчера пришла новость, что он уволен, и самое смештое, что они все вот эти ребята в Твиттере своем написали, что для них это новость, это не так, ребят, произошло, как, знаете, за месяц себе сказали, слушай, придется сокращать, возможно, ты под это попадешь, начинай искать новую работу, им просто сообщили, то есть, чувак, ты уволен, прикольно, ну, жесткие корпорации требуют жестких мер, наверное, в этом суть, ну, и последний гвоздь, как говорится, тоже в гроб, который, опять же, связан с тем, не с тем, что Райты пишут, а с тем, что происходит в мире, а в мире вот, что происходит, давайте, сначала по порядку, Лига Легенд стала самой просматриваемой киберспортной игрой в 2023 году, казалось бы, да, киберспорт, Лига Легенд, самая просматриваемая, наибольшее количество зрителей смотрели чемпионат мира в Корее, не в Китае, а в Корее, в том году, в 2023, и следующая новость, которая пришла вчера, участники корейской франшизной лиги ЛЦК по Лиге Флэдженс очень недовольны снижением доходов за последние три года, и клубы требуют от Райтов погасить их потери, дело в том, что Райты обещали по контракту одну циферку денег, а получилась циферка совершенно другая, и все эти франшизы, там, NS Red Force, GNG, T1, все они крайне недовольны, правда, здесь есть пометочка, что команда T1 не поддерживает некоторые претензии, которые идут в общем иске, Райты на этот иск уже сказали вот вам, ну, такой, чисто по-русски сказали фиг вам, нарисовали, как кот Матроскин, фиг вам, на что все эти компании, точнее, не компании, а команды сказали, тогда мы будем подавать в суд, не в ГАГС, который пытается поймать кого-то, будут в суд подавать корейский, который поддерживает корейский киберспорт, и Райты на это ответили, если вы будете это делать, то мы, скорее всего, вам, вот они пригласили, ну, мы, скорее всего, вас всех удалим просто из корейского киберспорта по Лиге Легенд, и там назревает очень большой конфликт, я объясню, ребят, немножко, что у нас происходит в Корее, в Корее киберспорт на первом месте, это чуть ли не спорт номер один, киберспорт, спорт номер один, да, это парадокс, но так оно есть в Корее, у них было всегда два-три монополиста, которые этим всем занимались, одна компания называется Кеспа, это прегосударственная такая компания, другая IGN, и третья, я не помню, как называется, когда райты пытались захватить корейский киберспорт, они в первую очередь использовали систему разделяй и влавствую, такую прям западную систему, они у одних заказывали одно, у IGN они заказывали трансляции, а у Кеспа заказывали оборудование, судей, вот все прикладное, и получилось так, что они сталкивали лбами два монополиста, и смотрели, что произойдет, в итоге Кеспа победила в этом всем, райты с Кеспой поработали еще немного, а потом взяли и Кеспе сказали, извините, мы без вас теперь будем все это делать, и договорились каким-то образом с правительством Кореи, что те дают им уже им райты геймса монополистическую функцию на турнир по проведению Лиги Легенд ЛЦК, единственное, чем Кеспа сейчас и IGN занимаются, они проводят нижние лиги, там вот эти Amateurs лиги какие-то, онлайн турниры внутренние, это все на них, райты на это разрешают им, но на высшую лигу они выйти не могут, а сейчас, когда высшие команды не досчитались денежек, хотя все цифры говорят, что денежки должны быть, но цифры-то, знаете, нарисовать всегда можно, а вот денежки дать не все смогут, потому что цифры-то были ложные, а так вот, они, вот эти вот две компании, очень серьезно задумаются, как подмастить тех самых судей или подмастить то самое правительство, которое будет решать вопрос, а стоит ли Райт Геймсом давать все еще манипуляцию на монополизм, точнее, монополизм, монополизм в Корее на турнир ЛЦК, я не знаю, что там будет дальше, пока, конечно, думаю, в ближайший год ничего не поменяется, оно все как было, так и останется, но вообще, конечно, тревожный такой звоночек, и опять же, мне тревожный звоночек, мне не нравится, что нам на уши лапшу вешают, говорят одно, происходит совершенно другое, говорят, мы не трогаем никого из команд по Лиге Легенд, по Велл Дрифту, удаляем и этих людей тоже, ну, может быть, там совсем бездари были, конечно, я не знаю, но выглядит как-то странно, да, художник рисовал арты для Лиги Легенд, его удаляют, какое отношение он имел к Клажинсу Фронтеры Райт Форж, непонятно, но вот такие вот грустные новости, что вы об этом всем думаете, пишите ваши комментарии снизу, я это все почитаю, пообщаемся с вами, и да пребудет с вами сила, ну, там я просто кулачок, и поэтому да пребудет с вами сила, давайте, всем пока, всем счастливо, увидимся в следующем видео, чао, Субтитры сделал DimaTorzok